Всем привет! Хотела всем напомнить, со вчерашнего дня на моем канале начался розыгрыш. Победитель будет один и он получит 1000 рублей. Но как ни странно, я не вижу вашей активности. Не стесняйтесь, начинайте именно с этой минуты. Вся удача только в ваших руках. Хотела напомнить правила этого розыгрыша. Первое, ну ни для кого не секрет, нужно быть моим подписчиком. Второе, как можно больше поставить лайков. Третье, как можно больше написать разных комментариев под разными видео. Также нужно будет поделиться моими видео в своих двух разных социальных сетях. Но те сети не должны быть фейковые. Также, чтобы я могла, как говорится, выбрать победителя, у вас должны быть открыты лайки и подписки. Конкурс продлится до 28 марта, до 12 часов. Вечером уже, конечно, я за это время все почитаю, то есть мне будут помогать, да. Я уже, как говорится, озвучу, да, победителя. И уже, то есть по переводу денежек, да, смотрите, мы, либо я, либо вы, да, то есть вы услышали, что я назвала, да, победителя. Мы с вами списываемся в социальных сетях ВК, Инстаграм, и вы пишете уже, как вам удобно получить денежку. Либо по номеру телефона, либо по номеру карты. И второй подписчик, которого я от себя лично поблагодарю, я ему переведу просто 500 рублей. Это тот подписчик, который на протяжении долгого времени меня поддерживает и комментирует. Также я ему просто переведу денежку, да, то есть мы списываемся в ВК, Инстаграм, то есть по номеру телефона ему удобно, либо по номеру карты. Я ему просто перевожу от себя лично 500 рублей. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. Ну, а сейчас анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх, нажимаем на колокольчик, берем чай, кофе, лимонад. Так, усаживайтесь поудобно и поехали. Вечером мама Вовочки говорит отцу, слушай, у них в школе вели уроки сексуального воспитания. Я так за него беспокоюсь, не рано ли им еще. Ты поговори с ним. Отец заходит в комнату Вовочки, смотрит, а Вовочка сидит, листает журнал плейбой. А левой рукой под столом лихорадочно работает. Отец также тихонечко выходит из комнаты, закрывает дверь, подходит к жене и говорит, Слушай, ну я не стал его отвлекать. Он делает домашнее задание.